Сегодня, значит, я пришла, день я пропустила, сохли мои грунтованные стены, вот белой грунтовочкой, вот, и укрылистые, и откосы. Вот стеклохолст, ребят. Значит, что я сейчас делаю? Я навела себе эту грунтовку, вон, лоток, валик, и начинаю красить. Отвела я малярным скотчем, вот, раму оконную, чтобы стряшку тут не ходить. И вот стеклохолст, который высох у меня, полтора дня назад я его клеила на полимерный клей, вот, он высох, и сейчас первый раз я его пропитываю белой грунтовкой, укрылистой. То есть она мне прибивает стекловорс этот, который, ну, он есть ворс, забивает поры, но только наружные его волокна, которые на нас смотрят. Он не пропитывает основу, потому что он не является глубоким проникновением, не обладает этот грунт. Этот грунт-укрытка, он укрывает, что нам и надо. Клей полимерный, ложится на любую поверхность, вот, даже на древесину 12%, то есть у кого ОСБ плиты, можете тоже клеить этим клеем полимерным обои, и ничего у вас не отвалится. Вот, у меня были, значит, крашеные откосы с трещинами, вот, то ляжет все очень хорошо, на краску тоже она хорошо ложится. Я ее подшкурила, немножко заматировала, вот, краска была тут водная, вот, трещины я расшила и зашила потом. Вот, у них плотиком, гипсовой шпатлевкой для трещин, сейчас это волокно. Сейчас первый раз вот прокатываю вот этим грунтом беленьким. У меня все нормально, вот. Так что, работа кипит, ребята. Вот так, где я не достаю волоком, там и кистью пойдет. Вот, сделайте такой экран, возьму кисточку и кисточка пойдет. У тебя в таком духе. Сейчас он, ну, час-два высыпнет, и можно будет потом, текурилу, евро-два, покрасить первый слой краски. А завтра покрашу второй слой. И все, укусы, гульки у нас уже готовые. Поэтому, ребята, берите все валики, кисти и начинайте у себя работать. Это все доступно. Я смогла это освоить, и вы это сможете освоить. Вот в институтах этого не учат, а вот практика жизни научат. Ну, это все из кусочков, ребята. Это у меня кусочки оставались. И я их признала, что когда это опорство у меня будет, я их собрала. Потому что, ну, никуда не дальше, не пошли бы на ход. Вот, значит, это я сделала. Беру кисточку, ребята. И отложу кистью в угол подоконнику примыкания, вот, к раме. Кисть у меня радиаторная, я ее распрямляю. Ну, она в районе стартой стоит. Меня она устраивает, потому что ручка длинная у меня. Вот так. Тот стык у меня, ребята, был пруден акриловым герметиком длинным. Крайний. Поэтому у нас дыр тут нету никаких. Все хорошо. Вот в таком духе. Давайте ставьте лайки и комментируйте. Забрала сейчас вот на самую верхотуру тут. И хочу вам от Коспа подробнее показать, что я буду с ним делать, как я буду его украсить. Смотрите, значит, беру вот белую грунтовку, кисточку радиаторную, на подоконную тоже стану. Вот, смотрите, ребята, вот тут вот малярный скотч, у него бухья на раму, встык к стеклохолсту. Вот, сейчас я стык сперва прокрашиваю. Вот, стык. Макаю лоточек и уголок. Прокрашиваю контур. Вот. А потом уже буду вариком, наверное, вариком у меня где-то с метров 18. Вот. Тоже раскатываю эту грунтовочку. Лоточки. Вот, выкатываю. И вот, ребята, вот его прокатываю. Заходя вот на тот контур, который я только что отвела кистью, я захожу на него. И еще, знаете, что я хотела вам подсказать? Что обязательно прокрашивайте вот стену. 5 мм. Вот я захожу там, где будут обои, я контур всегда прокрашиваю. Будут у обои, не будут. Все бывает. И помахнуться можно при обрезке контура. Вот. А там всегда у вас будет беленькое прогреливать. Нормально будет. Будет отлично. Вот я всегда контур, ребята, прокрашиваю. Неглуба, недалеко. Ну, вот 5 там миллиметров я контур на стену заходит красочка. Так, выкатываю. Это грунтовщина краска. Она является подложкой от краски. Под уже основной пактикурилов. Вот. Она снижает мне расход краски. Приглаживает в данный момент ворс. Вот. Пропитывает его, чтобы не было проплешин. Обычно, вот в чем там все, почему шпаклюют, ребята, стеклохолост? Потому что при покраске, во-первых, он очень много берет краски. Вот. Он пориский. Берет себе. Там перлитовый песок спиненный. Вот. Как бы он инертный. Все отлично. Но по расходу краски он очень в расход. Ну, высокий расход, можно сказать. А вот эта грунтовочная краска нам не дает такой расход. Дайте. Она выравнивает действующую способность. И ровненько все у нас здесь. У нас все ровненько, гладенько будет и красиво, ребят. Не будет такой шероховатости. В общем, то, что надо со своим предназначением, грунтовка, вот эта, укрывистая, справляется. Так, это я сделала вверх, ребят. Теперь, значит, вот мне еще немножко. Вот тут столько. Вот с этой стороны кусочек. Что я делаю? Отвожу кистью в угол. Вот я снизу прошла. Вот у меня, помните, я вчера зарезала стык? Вот он зам... Я его сейчас никак не обрабатываю. Вот. Ну, за счет красок он потом замажется вообще. Вот. То есть, сейчас я контур отвариваю кистью. Ну, тут я отвела вот полусухим валиком. Вот. Выкатываю валик. Вот он. И вот так он, то есть он, видите, чапкает. Не сухим валиком, еще раз, ребят, я вам повторяю, не сухим валиком. На валике должна быть краска. Вот туда-сюда, вот, не на одном месте. Мы его прокатываем. Так, что как в лотке я его прокатывала. Я его когда пропитывала, он у меня катается в лотке. И тут тоже он катается, не на одном месте стоит. Он красочкой пропитан весь. Видите, чапкает, как хорошо. Так, все, ребят. Немножко кладу еще там назову. С этим я справилась. Вам показала. Ставим лайки, комментируем. Все хорошо, ребятки. Все, давайте. До встречи.